друзья всем большой привет с вами семён еду на очередную рыбалку точнее уже можно сказать практически приехал с правой стороны от меня водоем стало столько доехать до самого места ловли а ловить сегодня мы с вами будем конечно же весеннего карасика на классический фидер но это еще не все я взял еще с собой удилище для ловли хищника хочу попробовать поймать на живца хотя пока погода такая знаете не совсем для ловли щуки потому что как я знаю щука любит такую пасмурную погоду дождливую погоду ну а сегодня прекрасный солнечный весенний денек будет очень тепло в районе 18 градусов попробую купил небольшое количество карасиков может шуга какая-то и клюнет ну конечно еще минус в том что она после нереста ну да ладно уже взял так взял будем пробовать ну и цель конечно же половить карася осталось ехать ой ой сколько воды водичка пришла осталось ехать буквально может метров 300 я уже буду на месте так что ребят подъезжаю показываю где сегодня пройдет рыбалка и будем готовиться расставляться и надеюсь целевая рыба нас с вами сегодня порадует я на месте пойдемте посмотрим место ловли пока ехал сразу приметил то что водичка пришла вот она и здесь на этом месте тоже вышло чуть-чуть из берегов но за счет того что здесь такая небольшая ямка низменность а здесь повыше и сухо хорошо это друзья река называется к 4 3 не широкая до того берега примерно метров 80 красиво живописно тихо везде камыши деревья и ушки в общем ребят конечно провести на таком водоеме время и половить рыбу просто красота так что будем сейчас расставляться живет сегодня у меня конечно карачьи небольшой такой мирный как раз вот подживца сама-то ловкий активный и не поймать его раз тройничок под спинку можно забрасывать отлично одна есть ну а сейчас ребят хочу с вами поделиться своим новым приобретением в арсенале у меня появилось два новых удилища от фирмы наутилус модель называется батлер достаточно мощные с тестом до 200 грамм и рост их 270 я эти удилища буду использовать для ловли хищника на живца может даже когда-то пригодятся для ловли с лодки потому что длина у них небольшая плюс они достаточно мощные подойдут отлично даже для ловли на течение да помню кстати свои маленькие спиннинги такие телескопические вот мне было неудобно ими забрасывать потому что комельная часть была вот такая малюсенькая здесь же уже ручка длинная и можно хорошо взяться и достаточно далеко ими бросить данная серия удилищ идет двух частная то есть достаточно такое компактная в транспортировке ну и конечно несмотря на большой тест удилища сразу отмечу то что здесь вершинка она такая достаточно информативная на поклевку покрашенная в красный цвет она здесь идет одна не меняется то есть удилища делим на 2 перевозим собираем и начинаем ловить прикольное удилище по доступной цене но я буду его использовать для ловли именно хищника ну а там посмотрим может еще при каких-то условиях она мне и пригодится и конечно еще расскажу вам за оснастку для ловли хищника она достаточно простая сверху идет вот такой поплавок вес 50 грамм ниже идут два стопорка которые фиксируют флюрокарбоновый поводок здесь у меня двойник на первом удилище у меня тройник стоит и здесь грузик вот такой вес 30 грамм то есть вот этими двумя стопорками мы регулируем глубину на которой будет плавать наш живец вот так раз потянули все но здесь тоже мы отрегулируем глубину нужную просто так поднятием вверх или вниз оснастка достаточно простая и очень легко ее изготовить немножко правее все отлично пока водоеме вода достаточно холодная буду использовать кипяток и разводить водичкой с водоем 1 готово сейчас сразу сюда дам ароматику это миненко крупный карась здесь буквально пол баночки у меня осталось такого зеленого цвета чуть-чуть переболтать надо а замешаю одну пачку 4 сезона мотыль здесь килограмм увлажняем перемешиваем и с помощью венчика для замеса прикормки процесс идет гораздо быстрее хорошо прикормка увлажняется и никаких комочков не образуется все оставляю буквально на пять минут сейчас собираю удилище и потом здесь у меня немножко осталось воды нужно будет еще разочек до увлажнить приятный такой сладко-анисовый такой знаете чесночный запах пошел прям пахнет бомбически плюс конечно за счет ароматики прикормка будет еще немного сладкая и самое время ребят найти точку ловли побросать маркерный груз я использую вот такой 45 грамм форме булавы почит прям далеко полетела еле бросила грузик улетел нормально ну да ладно начнем оттуда и не глубокий достаточно легко скользит посмотрим ближе к этому берегу может какой-то выход будет здесь вообще легко пошло помечу поставлю клипсу сразу об только утонул на думаю нету двух метров может метр семьдесят примерно сейчас еще сделаю протяжку хорошее дно видите такой получился переход с более более глубокого его на менее глубокий все там и останавливаемся дистанция небольшая может районе 25 метров пойдет ветерочек усиливается такой нормальный прям порыв подул пора уже друзья сделать первый заброс кстати точку ловли я закормил буквально бросил пять таких больших достаточно закормочных кормушек сейчас ставлю рабочую поводок насадка крючок и сделаем уже с вами первый заброс и небольшой крючок будем ловить пока на мелкие гамакацию лс 13 10b 16 номера и тоже достаточно тонкий поводок дунаев флюра карбон 011 в левой руке крючок в правой петелька продеваем крючок в петлю и у нас получается вот такой узел удавка надеюсь видно и далее узел удавку одеваем на отвод из фидергама здесь у меня на конце привязан узелок так немножко стаскиваем все удавка упирается в узел фидергама и надежно здесь фиксируется сам монтаж у меня скользящий кормушка свободно гуляет по плетенке наживим пока пару опарышей для старта и делаем первый заброс вот ребята первая рыба буквально прошло минут наверное 10 я сделал два перезаброса и нажавил червячка и первый вот такой весенний карасик порадовал смотрите какой хороший здорово такой чуть больше ладошки раз пойду за садком пора складывать первый пошел а поймал я ребят первого карася на удилище от фирмы максимус модель называется jasper рост 330 тест 30 90 грамм здесь такая разнесенная комельная часть ручка со вставками из эвы и небольшое количество пробки гайка катушка держателя сверху находится и это удилище имеет средний быстрый строй сразу отмечу очень чувствительную вершинку на поклевку видите как играет я поставил самую лайтовую но в комплекте есть еще средняя и более жесткая отлично это удилище отрабатывает рывки рыбы плюс она очень чувствительная вваживаешь карася и все вот его рывочки в руку прям ощущаются ну конечно если вы используете плетенку у меня здесь 0 10 достаточно тонко и шок лидер я использую 0 16 удилище кстати это идет трех частная но что касается катушки и достаточно много уже показывал легкая компактная симпатичным дизайном это black сайт модель называется варлок здесь шпуля алюминиевая качественная укладка тонкой плетенки фрикцион средний быстрый и кноп такой достаточно ну хватистый большой выполнен из и вы имеем 7 плюс 1 подшипник значит карась хочет червячка такой небольшой кусочек и одного красного опарыша сюда раз и отправляем нашу кормушку с наживкой нашу точку ловли ну раз уже один подошел значит там шарится рыбка конечно на улов щуки знаете так особо надежды мало взял попробовать мало ли может быть какая-то и подтянется ух ты ё-моё вот это поклёвина отдай палку просто если не вот этот крюк на стойке вырвало бы нафиг вот это да это прет какой как ребят по весне карасей нам фидерочек легенький вот такой хороший эх сошел тихо тихо стоять стоять очередной фух приплыли и ощущение весны знаете уже ребят такой не календарной а именно погодный светит солнышко лягушки заквакали прям кайф на водоеме тепло в кепочке в легенькой ветров очки прям здорово и пока ехал на водоем уже смотрю абрикосы зацветают то есть уже такая полноценная весна с теплой погодой именно ну и конечно вот с поклевками карася опа опа видели поклевочка есть вот это конечно фидерок максимус просто отрабатывая смотрите какие удары все это в руку вообще такое удилище джаспер прикольная легенькая кайфовая и вот очередной карась тихо стоять хорошие такие мерные чуть больше ладошки клюют хорошая засечка за центр взял ну что ребят подтянулся карасик червячок слетел рыба ребят да карасик подтянулся вообще вправо потащил ему еще управлять надо то это он бойки офигеть тихо вписался до мерные ну вообще такие самый раз вот пожарить больше и как говорится и не надо то что нужно на сковородочку вот вам и маленький крючок сечет капитально есть ух ё-моё что они делают а это просто невероятно какие-то караси лютые вроде знаете такой ну стандартный а вот этот хороший уже это уже нормальный больше ладошки такой прям зачет зачет но сопротивляются конкретно о какой чистенькие все серебряные такие речные караси прям кайф и ловить кайф и поклёвки такие хорошие сильные бомба опа сидит такая аккуратная поклёвочка была хороший ой приятный смотрите по моему самый большой на сегодня гляньте какой карась вот это да это раздача пошла прав ведет вот это да ребят вообще какая активность невероятная рыбы бонусы пошли смотрите вот это да пошли хорошие караси посерьезней это такой вот больше ладохи прям уверенный засекся идеально тут без шансов даже вытащить крючок тяжеловато о какой икра оладьи с икры можно сделать очень вкусные рецепт кстати на канале есть найду видео ссылку оставлю в описании может кто не видел там я карасей половил здорово и плюс еще дома приготовил оладьи с икры карася так что кому нужен рецепт потому что сейчас весна карась с икрой и блюдо очень вкусно поэтому рекомендую посмотреть может кто-то и приготовит честно очень вкусно и главное сытно на вываживание очередной карась какой-то невероятно бойкий кто-то влево ведет кто-то вправо вообще поднять не могу ничего себе фидер максимус в дугу изгибается то здесь может забагрил просто а все все понятно подбагрил просто а это думал тут что-то невероятное так ну рыба на точке есть главное ударчик такой был видимо рыба шарится что-то там ну подбагрилась бывает на вываживание очередной бойкий карась это да после зимы конечно ребят это невероятный кайф чисто на одного червячка продолжаем наши игры на свежем воздухе садочек ух ты ё-моё надеюсь видели ребята вот это поклюлина было отдай палку просто это я уже понимаю поклевка четкая карась хорошие хочу ребят проверить живца правое удилище перезабросил все четко живец в порядке никто карася не трогал не беспокоил поэтому можно смело перезабрасывать единственное только что сделала это чуть-чуть глубину больше попробую сделать а так все нормалек все пускай стоит а тут ребят поклевка пока я ходил перезабросил одно удилище точнее ну два проверю карась к тишина ребят полнейшая по щучке но зато целевая рыба карась клюет и это хорошо сопротивляется борется на фидер конечно все кайф половить тихо 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 бьется как я сейчас поклевка была такая символическая можно сказать если не забагрил нет все четенько вообще туда влево вправо это не подождите непонятно они все четенько там просто через плавник смотрите видите через плавник поэтому я подумал что забагрился снова нет все отлично насадка у него во рту вот она все хорошо папа вот так на солнце виде какие пошел я в машину попить воды и уже увидел мужика дверь машине была открыта лучше закрою но его нафиг вот здесь я шел и тут ужак опа и туда сразу же пополз да уже даже мужички по вылазили вот поклевочка ух ты сидит тихо тихо да вообще карась конечно бьется конкретно удилище гнется максимус джаспер ого смотрите аж с рук вырывает это карась он что делает поклевка была сто процентов было не забагренный а потому что бонусный ребята потому что бонусный вот он карась за край и снова лягушки активизировались как только чуть ветерок подстигнет сразу же начинают квакать по всему прям водоему так кайфово на рыбалочке лягушки квакают по весне вот такой карась радует своими поклевками друзья ну что тут скажешь просто красота рыбалочка уже доволен рыбка поклевывает поэтому продолжаю ловить на жаре хуже немножко наловил так что этого садок и делает перезаброс пробуют пробуют там что-то вот ну-ка есть что вообще увел правую сторону не ну конечно карась сегодня просто бомбический какой-то и по размеру неплохой такой и по сопротивлению и по поклевкам еще одна поклевочка натягивает натягивает от пробует пробует возьмет нормально с подтяжкой хороший то пока только так чуть-чуть еле-еле чуть попробовал и все проверю а он там сидит потому что поклевки бывают разные бывает и аккуратная такая вот еле-еле попробует а бывают такие что прям отдать палку тащит снова ветерок раздувает прям такими паузами буквально там несколько минут ветер стихает потом поклевка потом снова раздувает да карась сидит потом дует минут там знает 20 том снова тишина и так уже полдня но главное что ловится рыба у ее прям вырывается рука что делает бонусный хороший результативная такая рыбалка на фидер с нормальными карасями приличными такими аккумулятор садится очередная поклевка 9 процентов есть или нету а есть что-то он прям так резко ломанулся в берег а потому что а нет не забагрил все таки что-то я посмотрел снова видите вот сюда заплавник за верхней и получается то что обманчиво не забагрил поймал по-честному а сейчас ребята вообще полный штиль вообще ветра нету гладь и тут потяжка у поп сидит с ветром сегодня такой прикол нестабильно но главное поклевочки есть и причем прям нормально так вообще прям на дно на дно тянет и все ну вот сошел чуть-чуть в лоб кормушка не зарядила первый карасик сбежал перри заброс все ждем поклевочка такая тэн 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 ну-ка есть рыба то хорошо потянет то еле-еле потянет чисто аккуратно клюнет а карась хороший а поклевка посмотрите сваливает как на поклевка аккуратно вот это он широченный просто именно вот широкий такой прям опа есть карасики вообще пруд опа ребята карасики сегодня говорю пруд а это первая густера я сегодня еще не поймал ни одного подлещика ни одной плотвицы но зато густерка вот она клюнула вот такая небольшая взяла подошла видите ребят такая рыбка но я в общем одну точку кормлю и вижу что уже такие прям разводы то есть мелкая рыба тоже там достаточно хорошо собралась какие-то прям мальки и вот туда и густерка зашла посмотрим какая после нее рыба клюнет а то придет сейчас стая густеры и будешь ловить ее то не думаю вряд ли сейчас карась на активности попер на жор поэтому скорее всего караси будут продолжать ловиться пробуют 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 о сейчас загнуло нормально о это уже карасик борются ребят вообще на федерок легенький чтобы федерок был бы такой этот трешечка или 270 вообще легенький вот это был бы максимальный адреналин по карасям ну бонус-бонус ничего не скажешь хороший крупный ух ты ух ты ух ты ребят это подтяжка хорошая это приятно конечно такие поклевки наблюдать потащила такое чувство что знаете карпа тянешь а это всего лишь ну такой чуть больше ладошки карась но поддавил здоровски вот так ребята весна караси просто кайф итак друзья карасика еще одного ловлю сейчас на финалочку уже была поклевочка такая какая-то быстрая раз раз может мелкая рыба атаковала да и буду уже выдвигаться домой потихоньку пока все сложу помою помою соберу карася половил бойкого активного что ты что ты там о есть хорошего такого прям смотрите что творит а что делает максимус прям выручает хорошо рыбка рыбку отрабатывает или забагрил а нет снова обдурить меня хотел но не обдурил вот этот вообще ребят хороший снова видите завел сюда здесь у него кстати такая пилочка и вот несмотря на то что лесочка 0,11 вот несколько раз уже было вот сюда вот он заводил и все четко выдержал флюрик вот это хороший смотрите темный икренной чистенький весенний ой ребята это просто песня еще тут у нас да ребята как приятно подходить к садку когда так радовал весенний карасик своими поклевками сопротивлением ну я думаю ведерко D30 должен поймать ну может чуть чуть меньше будет посмотрим сейчас да друзья рыбалка конечно сегодня не просто пролетела она промчалась с такими бойкими сильными весенними карасями еще и с мощными поклевками просто в одно удовольствие провел время на этом водоеме ну и собственно вот он результат весь практически мерный ладошка да еще и больше ладошки вот этот наверное один из самых маленьких который клюнул а так все в основном такие стандартные хорошие караси вот очень хороший карась то есть практически полная ведерко ну вот так ловил бы на два удилища было бы точно полное ну а что касается ребят хищника полная тишина не было ни одной поклевки ну ничего на живца еще можно будет приехать попробовать конечно щука сейчас после нереста и конечно клюв у нее будет не очень но тем не менее будем пробовать еще выезжать ловить и надеюсь еще по весне удастся даже поймать какую-то хищную рыбу на живца ну и конечно от себя я благодарю вас за просмотр если вам рыбалка понравилась так же как понравилась она и мне поддержите пальцем вверх подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео кстати еще оставлю ссылочку в описании под этим видео на группу в telegram живая активная группа можете задавать вопросы мне задавать вопросы участникам я делюсь там разными фотками видео так что кому интересно обязательно подпишитесь вам пожелаю крепкого здоровья на рыбалках ни хвоста ни чешуи и конечно всего самого доброго и светлого увидимся с вами в новых выпусках на рыбалках до новых встреч друзья всем пока 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 не забывайте на это не забывайте не забывайте что я